Что сейчас будет происходить у нас? А сейчас у нас будет происходить запись в программе «Я скоро стану взрослым». К нам пришли наши молодые, совершенно маленькие друзья. Талантливые, юные, начинающие журналисты. Будущие журналисты, обязательно будущие журналисты. Вот они сейчас будут записывать. Под чётким руководством Любоньки они будут записывать. Ксения Крушинская передала своё дело Любе. И она теперь составила новый сценарий, по которому будут работать сейчас дети. Алексей, будешь не мешать. Всё, спасибо. Снежный пейзаж за окном говорит, что природе ещё властвует зима. Тем не менее, мне кажется, что у многих уже весеннее настроение и скоро на лицах людей станут появляться улыбками. То есть прямо как психолог или философ. Я смеюсь, когда весело или удачно сказана шутка. То есть когда выражаю свои чувства. Это правда. А ещё существует одно из объяснений смеха, заключающиеся в том, что мы вдруг замечаем некоторые несоответствия вещей, которые обычно не могут быть совместимы. Или наш организм сам проявляет те чувства, которые мы не можем или не хотим выразить в словах. Сейчас, подожди, коллега. Даша, можешь тут сказать просто, например, например, большой толстый мужчина, Я слышал, что смех ещё шутка весьма полезная. Первая минута такого... Шутками, а если серьёзно, то с физической точки зрения смех полезен для нас. И здесь есть логическое объяснение. Причина в том, что при сильном смехе мышцы сдавливают железы и начинают течь слёзы. Тогда и на смену времён года... А, тогда и на смену времён года организм должен... Главное дело не волноваться. Больше читай вслух дома. И всё у тебя получится. И так же мальчику своему скажи. Привет. А тебя как же? Тоже рабочий процесс. Хорошо. Веснушек такой коричневатый цвет. Цвет пигмента меланина. Ну, раз ты так много знаешь, расскажи, почему у одних людей веснушки есть, а у других нет? Причина в наследстве. А кто-то их любит, считают солнечными пятнышками. Да, расскажи, пожалуйста. Поверь огласит, что когда будущая мать перед рождением ребёнка пугается или испытывает волнение, то ребёнок рождается с родинкой на теле, и у неё якобы особый контур, напоминающий то, что напугала мать. Что ж, суеверие и есть суеверие. А всё-таки нет научного объяснения того, от чего появляются родинки и как их предупреждать. Кстати, да, я во многом разбираюсь. Олег, мы с тобой начали о весне радости, а пришли к родинкам и инструменту врача. Тоже не помешало бы. Что? Чтобы я ещё перед зеркалом кривлялся с баночками? Нет, спасибо. Мне истории с галстуком хватило. Да ты так не волнуйся. Просто надо знать свой тип кожи и соответствующе ухаживать за ним. Я объясню, что я имею в виду. Когда вырастешь, бороду будешь носить? Бороду? Пока не собирался. Вот. А, вот точно. Пригодился бы и для женщин, только пальцами. Итак, мы отделеклись. Так вот, существует три типа кожи. Сухая, жирная и комбинированная. Её ещё называют смешанной или нормальной. Сухая кожа. У жирной кожи всё наоборот. Больше блеска. Это беззаконные права. А ну-ка объясни, что ты имеешь в виду? У некоторых людей весной появляются веснушки. Так может варьироваться от светлого загара до тёмно-бурого. В зависимости от воздействия солнца и тепла. Есть веснушки. А у нас в России именно весной и летом ярко... ...питают солнечными пятнышками. Именно так неоднозначно к ним относятся все люди. Потому что веснушки есть не у всех. Если веснушки некоторые не любят, то родинки, особенно если расположены над губой или на шеи, девчонки обожают. Родинка – это разрастание ткани. Она может состоять из тканей кровеносных сосудов, соединительной ткани. Биология. Я знаю старое народное поверье о родинках. Да? Расскажи, пожалуйста. Особый контур, напоминающий то, что напугала мать. Что ж, суеверие и есть суеверие. А все-таки нет научного объяснения того, от чего появляются родинки. Отзываются. Это очень просто. Они имеются при рождении. Может часто травмироваться. К примеру, родинки на подошвах... К примеру, родинки на подошвах ног, ладонях, на шее подошвах. Начинает расти, менять цвет, шелушиться, зудеть или... Ты осуждаешь, как настоящий врач. Да, я во многом разбираюсь. Олег, мы с тобой начали о весне радости, а пришли к родинкам и к инструменту врача. А по-моему, мы не ушли в сторону. Вы, девчонки, весной всегда начинаете особенно следить за собой. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ